Болей много, но заниматься на них нельзя в свободное время. Нельзя. Нет. Запрещено. Вы приехали с самого сильного клуба, с самой сильной академии своей страны. Там вы были на вершине, а здесь вы... Самые обычные. Очередные, я бы сказала так. Расслабься и наслаждайся. Сразу эти глаголы выучите и все. Это испанские глаголы, да? Расслабься и наслаждайся. Приветствую вас, друзья, на YouTube-канале Футмол. Из Кайрата в Испанию за футбольной мечтой, ожидания и реальность. Мы пообщаемся с вами с родителем юного футболиста из Академии Кайрат, которые переехали в Испанию за футбольным обучением. Мама юного футболиста Елена расскажет нам сегодня о том, почему она приняла решение переехать, как готовилась к переезду, с какими трудностями в бытовом и футбольном плане столкнулась. Жалеет ли она о том, что она сделала, либо нет. Чем отличается детский испанский футбол от детского футбола Казахстана? Как ведут себя родители, как ведут себя тренеры? И как адаптируется ребенок в новой среде? Смотрим. Хочу сразу сказать, что мы с Еленой уже знакомы около года, познакомились, так скажем, когда еще Георгий был в Кайрате. И тогда у меня первый вопрос, я думаю, в аудитории. Елен, Кайрат, самая продвинутая Академия в Казахстане. Почему вы решили, что вас там не устраивало, и почему вы решили переехать в Испанию для футбольного образования дальнейшего? Именно для этого, и поэтому и решили, что образования футбольного, к сожалению, в Казахстане, должного, на должном уровне, на котором, чтобы можно было им зарабатывать деньги, к сожалению, нет. То есть Кайрат – это высшая точка в Казахстане, один из топовых клубов, если не сказать, самый топовый на данный момент. То есть это единственная, это вышка. Ну и где наши казахстанцы в футболе? Нигде. Поэтому и было принято решение, что дать шанс ребенку и воспользоваться им или нет – это уже будет не моя история. То есть это будет уже история моего сына, которому мы предоставили шанс. Вот как бы все, с кем мы не разговаривали, не советовались, все говорили – дайте шанс, дайте шанс. Как бы была возможность, но мы решили дать. Здесь уже воспользуется он им или нет – это уже его ответственность, скажем так. Значит, вы решили шанс это дать. После того, как вы решили, так вкратце, потому что тема очень интересная. Ко мне каждый день буквально с разных стран родители пишут, все спрашивают про европейский футбол, про Испанию, конкретно про Барселону. Мы чуть-чуть попозже проговорим по саму Барселону. Но вы приняли решение, с чего вы начинали, ваши шаги, еще будучи в Казахстане? Самый первый шаг – это съездить и показать. Потому что почему? То есть вообще было принято решение уйти из Кайрата, допустим. Ну вообще, в принципе, уехать из Казахстана. Я не говорю про уйти из Кайрата, я говорю уехать из Казахстана, потому что были двоякие мнения, почему я нашла вас. То есть мы, родители, со своими амбициями, мы видим какие-то ошибки, говорим, все плохо. Показываем, спрашиваем мнения у тренеров, они говорят, да вы что, все хорошо. Есть надежда, есть какой-то талант, есть упорство, есть какие-то навыки. Допустим, когда мы связались с вами, я в первую, как бы, первый же мая была просьба оценить адекватно. То есть я отправила какие-то видео, я что-то там написала, да, мы с вами разговаривали и так далее. То есть я просила адекватной оценки, потому что мы, как родители, ну, конечно, прям, ой, что там, это не ребенок, это золото, просто кусок золота бегает по футбольному полю, да. Вот, и поэтому было, естественно, принято решение поехать в Испанию и просто его показать. Ну, просто вот, походить по клубам и вообще он нужен или нет, потому что здесь, по сути, таких жориков на один квадратный метр футбольного поля миллион таких вот специалистов, как он. Поэтому мы поехали, показались, в принципе, как бы, там, в третью лигу нас сразу брали, во вторую лигу нас взяли, в первую лигу, естественно, мы не попали, ну, потому что, скорее всего, это какое-то было первое, это отсутствие языка, второе, психологическое давление. Потому что здесь немножко мы сами, возможно, передавили, поэтому получили то, что получили. Но ни капельки мы не жалеем о том, что мы не попали в эту первую лигу, потому что всё-таки пройти этап адаптации надо чуть-чуть пониже. Чтоб ребёнок имел какие-то возможности чуть-чуть, как бы сказать, посвятиться. Ну, то есть, потому что ты, когда ты приходишь в первую лигу, ты придёшь, то там вот и вообще, как бы, ну, чуть ниже. Тут надо быть на голову, на две, на три выше всех остальных, чтобы тебя кто-то увидел вообще. Я аудитории поясню, о чём вы говорите. То есть, у вас была недельная стажировка, вы были на просмотре в разных клубах и дошли до просмотра в Академии Дамы, это дочерний клуб Академии Барселоны, который, по сути, играет от высшей лиги, про которую вы говорите. Да, и была тренировка у Жорика в этой команде, это был уже конец стажировки и по итогам этой стажировки тренер сказали, да, парень хороший, но нужен язык и адаптация, и нужно время. Значит, вы приняли решение, поехали на недельную стажировку. Кстати, я хочу сказать для аудитории, именно у меня на канале есть интервью с футбольными агентами из Барселоны, с Кариной Шуметой и с Михаилом Юношевым. Так вот, с Михаилом как раз-таки познакомила меня Елена, вот, скажем так. Вы были на просмотре, вы побыли в разных клубах и вам предложил клуб второй лиги, это клуб Конгресс. Они готовы были вас взять в команду. Ну да. Окей, сколько времени у вас заняла подготовка документов в Казахстане на выезд? Примерно со всеми справками, прям с самого начала, где-то месяца полтора. На самом деле все очень быстро делалось, потому что, во-первых, у меня не было времени совершенно этим заниматься. Естественно, я обратилась, делегировала эту часть проблемы на человека, который просто взял деньги и все и сделал. Грубо говоря, то есть через помогатора все это сделали, он собрал документы, я дала доверенность. Мы все очень быстро и все очень правильно с первого раза сделали, потому что большие ошибки иногда бывают, что какие-то вещи там неправильно оформляешь, тебе приходит отказ, ты опять подаешь. То есть, чтобы вот этого избежать, сократить время, свои нервы и самое основное сократить время, да, свое, сэкономить. Вот, поэтому мы обратились к человеку, она все сделала, все прекрасно прошло, но самым главным пунктом было, это аренда квартиры на год. Это самое важное, с чего надо начать. Но, опять же, это все не проблема. Сейчас можно решить этот вопрос за... Местные специалисты делают временную прописку там за 350-400 евро, ну, в среднем так вам эта прописка обойдется. А какую вы визу получили, оформляли для... По-моему, она называется ее Нукративо или Нукративо, что-то такое, без права на работу, ВНЖ без права на работу. То есть, ты подтверждаешь полностью свои доходы, свои пассивные доходы показываешь, налогово отчетности, там договора, если есть какие-то с фирмами, которые дают тебе доход и все. Ну, и плюс, естественно, то есть, определенные деньги на банковском счете должны лежать обязательно, ну, на момент подачи. Значит, документы вы подали с точки зрения футболиста и себя лично. То есть, как вы готовили их к переезду? Язык, прежде всего. Что делали? Ну, язык я начала учить просто ради интереса. Я не то, что прям целенаправленно хотела здесь разговаривать сразу, потому что здесь, по сути, если плюс-минус знаете английский язык, какие-то там фразы, да, на уровне школьной программы, то здесь вполне можно, они вас все поймут прекрасно, они очень терпеливые к этому. Поэтому даже если ты там брякни что-нибудь по-испански в предложении пару слов, они додумают предложение и помогут в любом случае здесь. И также здесь, в принципе, русские тоже голоса частенько встречаются. То есть не без этого. Но я учила язык, потому что нужно открывать свой мозг. Вот, как бы, и, ну, в принципе, да, я уже могу, там, сходить в аптеку, сходить в школу к ребенку, поговорить. Ну, опять же, переводчик Google, окей, Google никто не отменял. А Георгий? Что, как с его языком готовились? Учили язык до поездки? Ну, что-то там где-то он учил, но особо на это, знаете, акцент он не делал. Поэтому он приехал сюда со словом только «Ола», «Кеталь» и все. Так, ну, вот этот момент наступил. В конце января вы поехали уже всей семьей. Ну, и расскажите, вот, ожидания, реальность, чем вы сразу столкнулись? С чем столкнется каждая семья, которая будет переезжать в Барселону? Какие трудности? Футбольные, бытовые? Бытовые, наверное, любая, как бы, адаптация, смотря, опять же, там, ну, я не знаю, то есть здесь, смотря, как люди к чему привыкли жить, да, ну, то есть как они привыкли жить. Возможно, они приедут, сразу приобретут автомобиль. То есть с нами так не случилось, потому что мы, как бы, понимаем, что я не собираюсь сюда переезжать на пожизненное, да. То есть я понимаю, что, допустим, если, там, год-полтора, два года и, допустим, что-то там, не дай бог, пошло не так с футболом, то, ну, я не хочу здесь жить, по сути. То есть мне, у меня очень устраивает Алмата, у нас там работа, то есть родственники, все, как бы, остались. То есть, по сути, я не планировала бы здесь прям жить, потому что в Барселону это, в Барселону надо ехать не за деньгами, а с деньгами. Вот здесь вряд ли можно прям вот где-то что-то найти, какой-то бизнес организовать. Настолько рынок перенасыщен всем просто. Уже испанцам ничего не интересно. У них есть все просто. Ну, опять же, были бы деньги. Испанцы сами по себе, они ленивые. То есть они здесь чаще всего отрабатывают какой-то определенный срок там на фирме, потом уходят, как бы, в безработицу и 4 года имеют право, по-моему, 4 года вообще просто получать какие-то пособия, причем пособия, но больше, чем обычная зарплата. Вот, и поэтому мы здесь, как бы, пока не планировали приобретать автомобиль, потому что его же, ладно, купить, его же потом надо будет кому-то продать. Вот, то есть не просто же бросил его и уехал, да. То есть здесь, как бы, либо это надо снимать в аренду. То есть потом, смотря как, на какую сумму, допустим, рассчитывают родители, которые приезжают сюда, там, сколько они будут платить за квартиру, сколько они будут тратить на еду, там, не знаю, на парковки, на машины, смотря к чему привыкли. И ты сталкиваешься с тем, что ты вот из таких комфортных условий, грубо говоря, то есть ты вышел из подъезда, сел в машину, доехал до работы, вышел из машины, поработал, сел в машину и так далее. То есть здесь все, про это можно забыть. Здесь вышел и пошел в метро. Все. Ну, или на автобус. Ну, либо сразу купил машину, либо взял ее в аренду. Но права здесь полгода котируются у нас, как у иностранцев. Потом, будь добр, сдай, иди в школу, отучись и сдай на права. Скажите сразу бытовые вопросы. А какой уровень съема аренды недвижимости? В каких диапазонах? Самый разный. Вот все зависит от района, все зависит от внутренности, то есть от техники, от комнатности, от этажности. Есть ли лифт, как далеко от центра, возле моря, не знаю, где-нибудь там в спальном районе. То есть все зависит от географии, где ты находишься. То есть если это брать центр Барселоны, то 2000 евро – это нормальная цена для съема квартиры. Это уже, можно сказать, с учетом коммунальных условий. В среднем. А так от 1200 и выше. Все зависит от района. Все зависит от района. Да, по жилью понятно, по уровню жизни, по питанию и так далее. То есть примерно бюджет на семью, скажем, 3-х человек. Питание, все устаканится, опять же, за месяц-два. То есть ты понимаешь, какие продукты надо покупать, что тут надо готовить и так далее, и так далее. То есть все это приходит, ну, смотря как люди привыкли жить, что привыкли кушать, как питаться. То есть я вот этот месяц, допустим, прям записывала. Я собирала чеки, сколько конкретно у меня уходило только на еду, и сколько конкретно уходило уже на какие-то остальные нужды. То есть там это покупка каких-то вещей бытовых, там, не знаю, кофемашина или что-то там еще, там какие-то сандальки, обувь, ну и так далее. То есть на еду у меня ушло 500 евро. Это при всем при том, что, ну, я вообще как бы с едой нет проблем. То есть я иду, беру то, что я хочу кушать, я готовлю дома, но это я готовлю дома. Да, понятно. Уровень цен понятно. Возвращаемся к футболу. Конгресс, значит, вы приехали в клуб, пошли на тренировки, то есть тренировались, какое-то время не играл. Он не играл, Георгий, нужно было сделать так называемую фичу. Тут вот просто необходим, конечно же, агент. Вообще для начинающих футболистов, тех детей, которые приходят, и тех родителей, как слепые котята, мы, допустим, да, вот приехали в Испанию, это если бы уже бывало, и живешь тут год-два-три года, и родители говорят, ой, зачем тебе агент, не надо? Давай сама все сделай, иди вот там, вот туда сходи, здесь заверни, вон туда вот здесь поднимись, там пару фраз. Ну как я могу сказать, если я не знаю испанского языка? То есть как я могу там что-то... Тут даже просто пойти открыть счет, это целая, не знаю, для меня была целая проблема. Тут эту ситу надо очередь в очередь взять, сразу надо готовиться. Тут не так, что пришел в банк, да, здрасте, можно счет открыть? Нет, тут надо взять очередь в очередь, потом прийти в эту очередь, еще отсидеть в очередь, и тогда ты дойдешь до уже, да, менеджера банка, чтобы открыть этот счет. И вот в этом моменте как бы очень хорошо помогает агент, который говорит, допустим, там, вот эти документы соберите там для этой фичи. Они очень быстро все это оформляют, ну, по крайней мере, нам, как сказали, нам прям повезло, мы довольно-таки быстро ее за этот месяц или там даже за три, наверное, недели получили эту фичу. И он уже начал играть в турнирах. Не просто в каких-то товарищеских играх, а именно уже в турнире его заявили. Так, хорошо. Теперь футбол, Елена. Первые впечатления, вот, первые впечатления, ну, и сейчас у вас два месяца уже прошло. Впечатления от футбола в Барселоне? Ну, это совсем другой футбол. Совсем. Даже я вот смотрю, я скажу сразу, я вообще абсолютно дилетант в футболе. Я знаю только ворота, и вот судья бегает, и 11 бугоев, да, как говорил Райкин. Вот для меня это и есть футбол. Поэтому очень быстрый футбол. Они быстро, вот, просто все бегут, все куда-то бегут. Вот, то есть нету какой-то конкретной, там, я не знаю, ну, не знаю, в общем, они не водятся вот это вот. У них очень быстрые пасы надо отдавать, что-то такое. И, естественно, дети. То есть здесь дети такие, жадные до мяча. То есть если, допустим, там какой-то Жорик пришел в команду, ну, что там, на тренировке они, ай, молодец, а как только игра, каждый берет мяч и не готов отдавать. То есть поэтому здесь, естественно, очень важно знать язык, чтобы ребенок мог коммуницировать с детьми. Тут даже не столько коммуницировать, они должны принять тебя в эту команду. То есть именно как вот душой принять. И прошло уже два месяца, и вот только сейчас, даже побывав вот сейчас в четырехдневном турнире, ну, совсем в другом городе на севере Испании, они более-менее сплотились там, ну, сплотились, и более-менее стали уже общаться немножко на другом уровне. И я заметила, что на турнире они стали уже его иметь в виду, скажем так, что он там где-то бегает по бровке, топчет ее, то есть периодически выскакивает перед воротами, но, к сожалению, там все хотят забить гол, и порой открытый игрок возле ворот никого не интересует. Да, Элин, я тоже поделюсь, я эти игры смотрел. Кстати, вот у нас есть вопрос, сразу будем по ходу отвечать. Футболист 2010 года, Юрий, и объясните, пожалуйста, что такое первая-вторая лига. То есть это, ну, то есть весь футбол, то есть в Испании он многоуровневый лиг, то есть в одной только Каталонии порядка в каждом из возрастов порядка тысячи клубов, там порядка двадцати тысяч детей, и вот эти тысячи клубов, условно, они разделены на четыре лиги. Низшая это Сегунда, потом идет Примера, потом идет Преференты, и потом уже появляется дивизион УНОР. Верно, Елена? Ну, думаю, что да, думаю, что вы правы. Да, вот как раз первая лига, это, ну, у вас высшая лига, это Преференты, да, по вашему возрасту? Да. Преференты. Там уже дальше появится дивизион УНОР. То есть, соответственно, Примеры, это низшие уровни, вторая лига. Сейчас Конгресс играет в Примере, правильно? Да, во второй лиге. Во второй лиге. Есть еще низшая лига Сегунда, то есть там играет основная масса команд, то есть это лиги, в которых играют. Вот в частности, вот я приводил пример в канале, в Телеграм-канале, статистику давал, что возрастной категории 16-19 лет, там порядка 600 клубов играет в Каталонии в Сегунде, порядка там 300 играет в Примере, порядка 100 играет в Преференты, и только два дивизиона по 16 команд в дивизион УНОР. Это как бы там, где играет Барселона, Испаньол и так далее. Окей, идем дальше. Значит, испанский футбол. Значит, вот вы говорите про коммуникации. То есть смотрите, какая вот крайность, да, вот постсоветское пространство, где все говорят, играй в передачу, говорят, что делать с футболистом, футболисты безропотно исполняют. Испания – это другая среда, здесь каждый ребенок, он этот мяч пытается взять и никому его не отдать, даже вот в этом возрасте, 10-й год. И футбол очень индивидуальный, то есть, да, он очень быстрый, все завязано на быстрых индивидуальных действиях, но все играют вперед, все играют очень быстро. И вот по тем играм, которые я видел, Жорика, это как раз вот первая проблемная зона, вот эта адаптация, понять испанский футбол, он совершенно другой. Ну, да, да, так и есть, совсем другой. Хорошо, ну и как мы говорим, да, футбол – это же способ общения людей, соответственно, чтобы общаться с людьми, с ними сначала нужно войти в контакт, подружиться, чтобы были какие-то эмоции. И вот о чем вы говорите, то есть сразу понятно, это чужак, соответственно, пока еще не свой, мы мало общаемся, а в игре это все, мало даем мячи, вот, ну и со временем, как вы говорите, вот сейчас было в ЕДК, очень интересный турнир, да, где очень такой, возможность поиграть с сильными командами, да, вот он уже, этот турнир поехал, стал уже ближе для команды. Тогда вопрос, вот в Кайрате, Кайрат – это вершина Казахстана, Алматы, значит, вы переехали в Испанию, в Испании вы сейчас во второй лиге, вот, и что вы чувствуете, вот как родители, что вы видите, сколько там детей, как их много, насколько они талантливы, что вообще вот вас сейчас окружает в Барселоне, что там за среда? Куча детей, очень много детей, все занимаются футболом, футболом, у них любой, любой ребенок, они даже в школу ходят с мячом, то есть они там, у них это нормально, прийти в школу с мячом, а они на перемене все играют в этот мяч, то есть элементарно просто вот там, тот же Жорик, он идет в парк, сам по себе тренируется, допустим, да, я сижу на лавочке, и мимо будет проходить там какой-нибудь мальчик, он будет не с родителями, он вот так будет, на этот мяч, если не дай бог, он упадет и откатится в его сторону, он туда просто побежит к этому мячу, возьмет его, и пока у него будет с ним играть, понимаете, у них просто этот мяч, и при всем при этом, у детей нет возможности заниматься где-то дополнительно, допустим, какие-то поля, как вот у нас в Алма-Ате, сейчас настроили этих коробок в каждом дворе, можно сказать, то есть, ну, играй не хочу, занимайся там, здесь такого нет вообще, здесь все поля закрыты, все поля муниципальные, на них нельзя заходить, то есть, это только для школ, для каких-то турниров и так далее, то есть, дети не занимаются дополнительно, хотя здесь надо заниматься дополнительно, чтобы хоть как-то конкурировать, начинать конкурировать с этими детьми. Так, значит, странно, полей много, но заниматься на них нельзя в свободное время? Нельзя, нет, запрещено. А дети учатся с 8 до 5, и вот с 8 до 5, все эти поля, допустим, какие-то дополнительные, не при школах, которые, они все закрытые, потому что днем вообще никто не занимается футболом, дети все учатся, в Испании все учатся с 8 до 5. А сколько тренировок сейчас в Конгрессе у Георгия? Три тренировки в неделю. И игра каждые выходные? Да, игра каждые выходные. Так, доп-тренировки, вы говорите, что в Испании не распространены доп-тренировки? Ну, почему? Наверное, распространены, то есть, какие-то дополнительные, ну, я, нам предложили, вот опять же, в Конгрессе предложили какие-то числа, то есть, приходить, это было 4 занятия в месяц, что-то около 300 евро, по-моему, то есть, какой-то тренер там, его будет полтора часа одно занятие, 4 занятия в месяц, 300 евро стоит, ну, что-то такое, в общем, вот, мы отказались, но мы тоже точно так же пошли к другому тренеру, который здесь просто мужчина-украинец, вот, он здесь уже 2 года живет, и, как бы, вот он дополнительно его с ним занимается, но совсем в другом районе, то есть, даже не в Барселоне, а это за городом, то есть, и вы туда ездите, да, и мы туда ездим, на автобусе, на метро, то есть, мы пока вот так, то есть, решение по приобретению автомобиля, пока висит в воздухе, как бы, он уже и очень необходим, это как чемодан, знаете, без ручки, и с ним тяжело, и без него сложно, то есть, как бы, и хочется, и колется, то есть, вроде как хочется приобрести автомобиль, но ты уже спокойно ездишь везде, а потом думаешь, блин, а куда я его потом еду, в автомобиле, потому что, ну, планов прям переезжать, переезжать нету. Да, да, я понимаю. А скажите, пожалуйста, а в самом конгрессе, само обучение, оно платное или бесплатное? Да, оно платное, 50 евро в месяц, просто покупаешь форму, форма обошлась нам, какая форма? Игровая форма, 45 евро обошлась нам форма, вот, и все, собственно говоря, потому что основную нам, как бы, опять же, Михаил сказал, можно, ну, пока как бы не покупайте, потому что, возможно, что там, к какому-то моменту, просто, они будут менять форму, говорю, зачем вам на эти, там, 4-5 месяцев, покупать полный комплект? Как бы мы просто взяли их цвет, черный, купили ему, там, костюм тренировочный, он ходит, ну, на им, так сказать. Значит, понятно, по самому футболу, то есть, у вас получается игра, игровое время? Дают, но дают мало, то есть, дают около, ну, от 15 минут, там, допустим, до 25, ну, где-то 25 минут. Вот, когда мы поехали на платный турнир, там давали ровно в тайм играть, вот, а когда уже это турнир такой, как бы, как это называется, да, то есть, городской, или там, как он называется правильно, турнир, который ты не оплачиваешь, да, он, там уже тренер сам решает, кого, куда, то есть, ну, вот, говорят, что это адаптация, типа, вот, ну, пока адаптация, вот, вот столько будет, играет мало, чем мы, как бы, расстроены очень сильно. Ну, со временем, действительно, нужно адаптироваться, тем более, что в последних играх я слышал, что тренер обращает внимание на то, чтобы больше давали мяч Жорику, да, то есть, стал уже, да, он стал уже им говорить, то есть, что когда он где-то там бежит, он говорит, ну, типа, вот же, дай сюда, детям более-менее стал, наверное, объяснять, говорить прям по ситуации. Да, я могу его понять, так тоже для аудитории скажу, что игровая позиция, это левый нападающий, левая нога, физические качества, очень быстрый футболист, техничный, хороший удар, решительный, то есть, по сути, для тренера, для игры, для счета, задача, чтобы у него был мяч, тогда, в общем-то, он может с этим мячом сделать, обыграть, решить момент и забить. Хорошо, а игровые позиции, он на каких позициях сейчас играет? Ну, левый, правый, нападающий. Что вы увидели по сыну, вот как дается ребенку переезд, вот эта адаптация в футбольной команде? Ну, как бы, у нас Журик, он такой малоэмоциональный парень, вот, но довольно-таки коммуникабельный, вот, поэтому, когда первый раз мы приехали на просмотр, он уже как бы постарался, да, влиться, вроде как дети там встали, там, о, Джордж, Джордж, то есть, там как-то его, ну, в общем, запомнили, и когда мы приехали уже, то есть, они все помнили, как его зовут, и, ну, с удовольствием, там, жали руку, и все, то есть, ну, как бы его узнали, ждали, может быть, не знаю, хотя таких вот Жориков, наверное, приезжает превеликое множество, я думаю, не без этого, вот, ну, в принципе, они как бы, ну, я не увидела у него проблем каких-то, единственная эта проблема в том, что иногда он не до конца понимает установку тренера, вот, то есть, он, большинство, конечно, он понимает, да, что он говорит, все, но иногда бывают сложные какие-то схемы, и у него вот именно в этом проблема, что нужен, еще раз возвращаюсь, нужен язык, и не тот, который, скорее всего, ты учишь, чтобы сходить в магазин и купить там хлеб и молоко, да, а именно вот этот специальный язык, специализированный уже футбольный, когда он тебе, если идешь на этот фланг, потом туда переходишь, беги быстрее, то есть, ну, это вот эти, как бы, слова, они совсем другие, не то, что ты учишь. Да, футбол очень быстрый, потому что я вижу, вот, в Испании самый быстрый футбол, потому что он очень-очень быстрый, и как раз, вот, я вижу его спортивную адаптацию в том, что он как раз привыкает к скорости этой игры, это первый момент, и второй момент, это касаемо всех постсоветских стран, значит, акцент делается, то есть, футболисты в мышлении играют с мячом, если мы говорим про атакующих игроков, а в Испании очень большой акцент делается на игру без мяча, на выбор позиций, на передвижение без мяча, и прежде всего, игре в обороне, даже вот крайние нападающие, при игре в обороне, я вот слышал подсказы тренера, и понимал, что он от него хочет, это действительно, вот это очень важно, то есть нужно постоянно думать, постоянно крутить головой, постоянно анализировать с мячом и без мяча свою позицию, понимать, где, в каком месте тебе нужно находиться, вот это главное отличие испанского футбола. Да, и так, что очень часто бывает так, что ему приходится спускаться к воротам, вообще туда, вот, то есть бегать, в общем, приходится очень много, очень быстро, очень много, и вот... Да, и при том, что счета такие мне очень нравятся, 5-5, там, там, 7-0, то есть очень много голов забивается, то есть все играют в атаку, вот такого, как развороты, контроль мяча, может быть, где-то там на уровне Барселоны, это есть, Академии Барселоны, но весь футбол, который я вижу, испанский, в нем вообще нет контроля мяча, то есть максимально вертикальная игра, максимально вверх, максимально на самой высокой скорости, то есть, и вот это проблемная зона для наших игроков, которые привыкают играть в позиционный, медленный футбол, и когда они попадают в эту ситуацию, у них идет кругом голова. Да, Я вижу, смотрю за Жориком в игре, я понимаю, что он хочет играть, но он не понимает, как, то есть он просто крутит головой и не понимает, как, что я должен делать сейчас. Тут просто даже такие ситуации, что он, допустим, дает, как это, правильно там, дает наперед игроку, а он просто не понимает, что он в него хочет. Или, допустим, Жорик бежит и думает, что он сейчас ему пас даст на ход, а он ему просто в задах дает мяч и все. Вот такие ситуации. Да, мы, видите, с вами как-то общались и говорили о том, что, с одной стороны, вы приехали с самого сильного клуба, самой сильной академии своей страны, то есть там вы были на вершине, а здесь вы стали одними, самая конкурентная среда, то есть самые сильные дети, самые... Стали самые обычные, самые обычные, очередные, я бы сказала так. И чтобы теперь вылезти из этих очередных, нужно, надо тренироваться, надо тренироваться, надо пахать, надо заниматься дополнительно, потому что без этого просто невозможно. Без этого ты просто будешь жить в Испании, ну и ребенок просто будет ходить на футбол, как все дети в Испании. В принципе. И как бы мечтать о чем-то высоком тут уже не придется. Да, Елена, вы так сказали, самые обычные, но в то же время вы стали в реальности. То есть, наверное, тогда, будучи в Казахстане, вам казалось, что вы были в какой-то иллюзии, а сейчас вы находитесь в реальности. Да, то есть иллюзия была, что сын какой-то там, талант, что все говорят, давайте езжайте, то есть, ну вот в таком плане. То есть, естественно, амбиции-то у родителей, они же растут. То есть, ты понимаешь, что у ребенка там в чем-то талантлив, надо его туда ввести срочно, быстрее. То есть, когда ты приезжаешь, тут, по сути, ты обычный человек, очередной футболист, который приехал в Испанию, причем приезжают сюда не ради футбола, как пишут в документах, обязательно надо писать, что ты не приехал сюда ради футбола. Поэтому, ну, не знаю, в общем. А тренер подсказывает во время игр, что делать? Ну да, то есть, они кричат, они его позиционируют, они иной раз как бы объясняют ему, допустим, помощник тренера подходит с бумажкой, что-то там ему рисует, пишет, да, там схемы какие-то, то есть, он старается тоже, как бы помощник тренера, старается, чтобы как бы и Жорик тоже это понял именно так, как он говорит. Но и чаще всего, то есть, Жорик, он такой как бы исполнительный, то есть, то, что от него требует, он делает. Вот, это как-то еще помогает ему именно с тренерами, что он их слушает. Ну вот я первые игры смотрел, вот крайне нападающие, тут уже для аудитории тренеров и родителей, так скажем, наверное, больше отцов, вот, крайне нападающие играют в отборе мяча, всегда ниже линии мяча и доходят до своей штрафной площади. Вот первые игры я смотрел, как это все делается, то есть, потерял мяч, стоит, смотрит игру. И ему что-то тренер говорит, он не понимает, и я вижу, что ему подсказывают, чтобы стать на ту игровую позицию, что где нужно, чтобы закрыть эту зону. Елен, а давайте немножечко в образовательный процесс переключимся. Школа, футбол футболом, все понятно, школа, значит, я, насколько знаю, в Испании есть два варианта обучения, есть английские школы на английском языке, есть испанские школы, да, на испанском языке. Вы какой вариант выбрали для себя? Испанский. То есть, у нас не бесплатная школа, это полугосударственная школа, мы платим 160 евро в месяц, но там сейчас его обучают каталанскому языку. Вот, то есть, там даже не испанский, а именно каталанский. Ну, он, по сути, одинаковый, то есть, там схожие слова, но многие слова, конечно, разнятся и довольно-таки достаточно. Вот, поэтому, сколько он, мы первый месяц вообще не могли попасть в школу, потом все-таки мы взяли эту ситу, опять же, при помощи помогаторов, которые здесь у нас в Барселоне есть, да, вот здесь у нас. Вот, поэтому, как бы, всегда найдется человек, который сможет помочь. А сита, это, я так понимаю, разрешение на учебу? Сита, это, сита, это очередь, это, то есть, право зайти в муниципальное здание, то есть, именно зайти, просто прийти в, ну, как это сказать, то есть, допустим, ну, вот в школьный, какой-то, распределительная, такая, как бы, у них, как это называется, я не помню, в общем, по школам, то есть, это центр, который распределяет всех детей, вот, чтобы туда зайти, у тебя должна быть очень, вот эта сита, с этой ситой ты уже можешь заходить, подавать какие-то документы, вот, мы все, в принципе, сделали, прямо рядом с домом у нас, нас распределили, то есть, это государственный орган распределяет, не просто ты выбираешь, идешь, вот эти вот школы, ты можешь выбрать любую платную школу, и прийти просто там, спином открыть дверь, тебя возьмут, но это стоит около двух тысяч евро, там, тысяча евро в месяц, в месяц, вот, поэтому мы пошли вот в такую, а в такую надо распределяться, то есть, соответственно, то есть его поставили в очередь, распределили, и мы пошли, и, ну, ходит в школу, причем не в свой класс, не по году, потому что у них, он должен был пойти в седьмой класс, он сейчас в седьмом классе, а учится в восьмом, здесь, здесь в восьмой класс. А почему так произошло? Потому что они начинают учебу с шести лет, а мы с семи, вот, дети у нас ходят в Казахстане с семи, а здесь все дети ходят с шести, поэтому мы по возрасту попали в восьмой класс, соответственно, как бы, ну, программа совсем, да, другая, то есть это уже конец восьмого класса, у него еще только начало седьмого, можно сказать, то есть первые две четверти седьмого класса, соответственно, нам в конце года предложат, нас аттестуют, нас не могут не аттестовать, нас аттестуют, но предложат остаться на второй год, причем здесь, как бы, вообще нет каких понятий, ой, фу, ты на второй год остался, нет, наоборот, здесь как рекомендации, и они, ну, как бы, здесь нет такого, как это сказать, позора, что ты остался на второй год, то есть в любом случае, скорее всего, нам придется остаться на второй год, чтобы пойти уже тогда восьмой. А в классе все испанцы? Да, там, ну, я, честно говоря, не знаю, но есть иностранцы, другие, то есть, ну, русскоговорящих у него в классе нет. Обучение на каталанском, все на каталанском, он уже начинает понимать язык? Домашнего задания не задают, с ним наразговаривают, их, допустим, забирают, вот какие-то предметы, да, их просто идут, собирают всех, в один отдельный класс заводят, и обучают их каталанскому языку, то есть они там просто разговаривают, то есть у них система такая обучения, они ничего не задают, они просто в него вот вдалбливают разговор, 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 так вот, знаете, с маленькими детьми, они же рождаются, они не знают, на каком языке они будут разговаривать, вот то же самое здесь, такая же система, ну, вроде он говорит, что уже начинает их понимать, что они как бы хотят от него, то есть они говорят, он уже это делает. А подскажите, вот как сам Георгий, вот два месяца, что вы за ним наблюдаете, в каком он, в таком психоэмоциональном состоянии находится? Стабильным. Он стабилен. Я переживала больше за него, то есть что он там может где-то, ну, подсесть немножко, да, то есть что там, там его не понимают, здесь его не понимают, кто-то что-то от него постоянно требует, тренер на нем там что-то ему говорит, дети ему что-то говорят, в школе ему что-то говорят, еще и дома, там, давай учи. Вот, поэтому я больше за него переживала, но, по сути, все прошло довольно-таки гладко, и он себя чувствует уверенно. Елена, а к чему готовятся родители? Вот я так понимаю, первые два месяца самые сложные вы пережили, вот, к чему готовятся родители? И сколько времени это будет заниматься? Да к чему готовятся? К новому быту, наверное, то, что ты, как бы, со своих комфортных условий переехал в новое место без каких-либо, потому что я приехала, у меня была только моя одежда, то есть, соответственно, я как женщина тут должна была какой-то быт наладить, да, у меня этого нету, этого нету, этого нету, я понимаю, причем прекрасно обхожусь без всего этого, вот этих вот, знаете, там, баночки, коробочки, какие-то коробочки в коробочке, и так далее, то есть, готовиться к смене, вообще, в принципе, все, вот, с ног на голову становится, ну, по крайней мере, это в моем случае было, наверное, то есть, совсем к другому, ты уже здесь этот город не воспринимаешь, как какой-то план пройти все культурные мероприятия, там, сходить в это, туда, здесь погулять, там надо обязательно сфотографироваться, это сюда сходить, все, ты уже это все по-другому воспринимаешь и понимаешь, что идти-то некуда, у тебя, ну, по крайней мере, как минимум год впереди, на этом и все, и, как бы, все это потихоньку устаканивается, устаканивается, ну, в моем случае это прошло вот два месяца. Сейчас вы уже адаптировались на базовом уровне, уже пошла перестройка. Да, то есть, я понимаю, как у меня день начинается, как он заканчивается, и, в принципе, все планы на день, они уже стабильные, нет такого, что надо бежать туда, потом надо бежать здесь, туда надо успеть, еще его на тренировку надо отвезти, ну, и так далее, и так далее. А скажите, пожалуйста, про испанцев, про среду окружающую, вот, что вы видите, то есть, вы говорите, испанцы, да, там, ленивые, хорошо, но с точки зрения человеческих качеств, вот, взрослая среда, детская среда, футбольная, школьная, какие наблюдения? Дети все открытые, они все, они никто не зажатые, они все открытые, они почему-то думают, что ты говоришь абсолютно на испанском языке, они с тобой говорят, даже не собираются там, что-то где-то подстраиваться, какой язык ты там знаешь, сейчас я подумаю, нет, он лупит на испанском языке, так же, как и взрослые, в принципе, все, у меня не было ни одного конфликта с испанцами, то есть им повезло, шучу, нет, ну на самом деле, то есть все довольно-таки отзывчивые люди, если ты там начинаешь с ними разговаривать, они прям вперед из песни, что-то тебе рассказывают, ты их останавливаешь, говоришь, пожалуйста, помедленнее, потому что как бы я, ну, более-менее могу говорить, но с их скоростью понять просто нереально, это самый быстрый язык в мире, так, чтобы, на секундочку, вот, поэтому довольно-таки все доброжелательные, миролюбивые, никто не хочет ни в какой контакт вступать, даже в метро, если держишься здесь и нечаянно зацепишь его рукой, он ее уберет, как будто там, не знаю, его ошпарило, то есть они стараются даже не облокотиться, не задеть, пройти вот так просочиться, чтобы вообще никого не зацепить, меня не трогайте, вот так, большинство таких, большинство, а родители испанцы, вот, посещают ли они тренировки, как ведут себя на играх? Ну, посещают на тренировки, я бы сказала, редко, вот, ну, в основном, я думаю, потому что они работают в это время, да, заканчивают рабочий день, там, какой-то быт, они не ездят на тренировки, забирают детей с тренировки, очень часто, я вижу, вот, тоже все отзывчивые, все довольно-таки дружелюбные, как бы приняли очень хорошо, то есть, ну, по крайней мере, когда я говорила, что мы, там, испанский очень плохой, они говорили, наш русский еще хуже, поэтому, поэтому твой испанский хороший, типа, гордись, вот, на игры ездят семьями, кланами, то есть, они болеют, нас в Кайрате приучили вообще не болеть, мы там тихо где-то в трубочку, что-то там в точек покричали, Кайрат чемпион, да, и все, и сидим дальше, тут же нет, тут все болеют, приезжают с едой, с камерами, родственники, все друга обнимают, целуют, и что самое, самое приятное, что если, допустим, какая-то команда проигрывает, и когда она уходит с поля, все аплодируют стоя, ну, грубо говоря, то есть, они приветствуют эту команду, и там, родители из конкурирующих команд, они там, руки жмут, там, смеются, хохочут, у них вообще это совсем другое отношение к игре, что игра, в конце концов, а не война, как у нас, да, у нас все, турнир, это война, надо, собираемся все, как на войне, поэтому здесь очень приятно, вообще, как бы, вот эта вся атмосфера очень приятная. И тогда и дети в игре по-другому себя чувствуют, да, видели ли вы, чтобы испанцы боялись играть, или там, боялись ошибиться, вот что вы видите? Нет, нет, никакого вообще, никаких там ошибок, тут он дошел до ворот, пнул куда-то в космос, все ха-ха-ха-ха-ха-ха, смешно, смешно, да, у нас там все уже, выкопали, похоронили, закопали все, особенно тренера, а тут нет, все посмеялись, забыли, грубо говоря, да, там тренер, типа, что ты сделал, а потом, а, такой, а тренеры себя ведут в играх, насколько важен для них результат, как вы видите, для тренеров? Ну, я думаю, для любого важен результат, для тренера тоже важен результат, но потом, конечно, пишут, там, наши ребята молодцы, они боролись до конца, там, показали классную игру, нам сегодня просто не повезло, ну, и так далее, то есть, как бы, они всегда идут к игре. ВКонтакт обязательно, в группу, вот это все пишут. то есть, ну, естественно, там, в конце игры, они там все обнимаются, все что-то говорят, говорят, ну, иногда бывают какие-то ситуации, что тренер просто выходит, мол, сейчас с поля, и садится в машину, и уехал, потому что проиграли 7-0. Да, я видел эту игру. Что сказал тренер? Он вообще с нами не разговаривал. все, я даже вот так встала, думаю, главное, просто пройди мимо, даже не здоровай себя, все прощу. Я, вы знаете, когда смотрю испанские детские игры, ну, разных возрастов, мне всегда поражает вот этот нерв, эмоции, эмоции все, все, вот прямо такая радость от забитого гола, дети радуются, все родители, тренеры, то есть очень эмоциональная такая игра, это везде так? Да, это везде так, это в принципе как самые святые каноны, то есть это радоваться, радоваться, наслаждаться, расслабиться, просто, и все, это самое же любимое слово, расслабься и наслаждайся, сразу эти глаголы выучите и все. Это испанские глаголы, да? Расслабься и наслаждайся. А видели ли вы такие ситуации, как, допустим, после игр родители там что-то высказывали своим детям, там, в негативном ключе? Вообще, вообще такого нет. Я не знаю, как дома, может быть, они там что-то говорят. Есть эмоциональный родитель, я одного даже сняла, он там и присаживает, и встает, и он вот, ну давай, да нет же, ты вот сюда, и вот это вот, вот это вот, ну как вот мы любим, да? Нет, нет, да вот туда иди. Я так задолго за ним наблюдала, потом сняла его на видео, в конце концов, их команда проиграла, и он такой пошел в ту команду, к родителям, похохотал вместе с ними там, то есть те, которые их просто выиграли, там, 5-0, или что-то такое, да, с ними похохотал в результате, и они вместе ушли, под барабаны с этого поля, ну и так было на турнире, то есть несмотря на то, что они проиграли, он пошел в ту команду, да у нас там все перерезать друг друга, готовы, по итогу, я говорю, там война, здесь игра, там война, здесь игра. да, да, это так, это так, именно играет, и все получают от этой игры удовольствие, и все понимают, что сегодня ты выиграл или проиграл, но все равно, если бы не было соперника, у тебя не было возможности играть. Конечно, да, все благодаря друг другу за игру. Ну и, соответственно, вот вопрос у нас, можете ли сказать, что испанские дети более свободные и расслабленные, когда играют в футбол? Да, они вообще ни о чем не думают, чаще всего. Просто они играют в мяч, в футбол, главная цель забить этот гол, отобрать этот мяч, ну и, соответственно, довольно крепко ругаются, я вот посидела, поболела там с детьми, с нашей командой, некоторые слова, то есть надо же учить не только культурную, испанский язык, еще и некультурный, чтобы понимать, куда тебя направили. Ну и довольно-таки крепко, как бы это, они прикладываются, прям не стесняются. А вот еще интересный, вот расскажите, эпизод. У вас вот в Казахстане ваш супруг, он так достаточно был вовлечен в процесс подготовки Жорика, обсуждал с ним ошибки, игры, а как сейчас происходит процесс? Влияет ли он на вот эту составляющую игру или отдал все на откуп тренеру? Вообще никак он не влияет, то есть он его просто только поддерживает, потому что в любом случае поддержка отца, она просто необходима, особенно для мальчика. То есть в первую очередь я это всегда как бы рекомендовала, то есть звонить не мне и на фоне этом разговаривать с сыном, а звонить ему и, возможно, на этом фоне разговаривать где-то со мной. Ну, потому что мы, по сути, здесь 24 на 7 вместе с сыном. В одной квартире, тут нету 40 комнат, где можно было уединиться, поэтому как бы я ему всегда советовала и говорю, и буду настаивать, что контакт именно отец-сын и вот это обсуждение, какое-то легкое, то есть он говорит там что-то, может ему порекомендовать, как-то его настроить морально все-таки, потому что он привык, да, все эти годы получать рекомендации от папы, а тут раз, и папу выключили. Как это? Ну, это же нереально, это же невозможно. Вот, мама мамой, но отец для сына, для ребенка, для мальчика, он просто не обсужден. Обсуждение банальное, просто даже обсуждение игры любой другой какой-то ситуации, даже пусть не его игровой ситуации, а просто как бы вот это все. Но уже такого гнета, какого-то такого участия уже нету. То есть, ну, во-первых, он уже не маленький мальчик, ему уже как бы 13 лет, и он уже здесь, на него повлиять уже очень сложно. Особенно вот так удаленно повлиять как-то, да, там, чтобы он где-то играл, где-то выкладывался, давай беги, быстрее беги. Ну, тренера хватает на самом деле. И я вот тоже, знаете, момент интересный. Вот из этой системы постсоветской, как я называю, из-под палки, когда футболисты приезжают в такую свободную среду, многие не находят мотивации, как играть без палки. Ну, может быть. У нас как бы такой ситуации не произошло. То есть, хоть мы как бы с супругом обсуждали, что этот момент, как бы я говорю, вот он теперь будет без тебя, этой палки уже рядом не будет, да, какой-то, да, там что, вот, ой, поспать бы я мне поспать, или что-то ещё там, да, какие-то. Вот. То есть, говорю, он будет сам. То есть, и всё будет зависеть только от него. Больше ни от кого. Здесь на самом деле так и есть. То есть, здесь всё зависит только от тебя, твоего желания, твоего рвения, твоих каких-то усердных, я не знаю, тренировок, может быть, дополнительно. То есть, вот это всё чувство мяча развивать в себе, там, и так далее, и так далее. То есть, это всё только навык. Знаете, как я определяю для себя, определяю футболиста с юного, с постсоветского пространства в испанских командах? По выражению лица. То есть, испанцы, да, они все радостные, улыбаются, они на лайте, да, а вот я даже на Жорика смотрю, он же всё равно, он серьёзный, сосредоточенный, то есть, цель стоит. Тут семья пошла на такое вот серьёзное движение, он наверняка чувствует эту ответственность, да. И вот он приехал вот как будто работать. А не чувствуете ли вы, что всё-таки нужно потихонечку, вот нужно ли интегрироваться вот это в испанский менталитет, либо вот оставить, вот работать нужно, тренировки, допы и так далее. Как вы сейчас считаете? Как бы в любом случае тренировки нужны, но он уже начинает немножко по-другому воспринимать какие-то неудачи. Мы над этим работаем на самом деле. То есть, те же самые там дополнительные какие-то тренировки, когда, да, там у него что-то не получается, какие-то сложные упражнения, у него что-то не получается. Первые дни это был псих, это были какие-то нервы, это мяч там бился куда-то в космос, да, чтобы вот посильнее да повыше. Сейчас это уже нет, уже по-другому воспринимается. Улыбка на лице уже, да, ахахаха, давай после этого видео запишем, давай запишем. То есть, ну как-то вот так уже более в такую, знаете, переходит стадию немножко не такой, ну что, не катастрофическая ситуация. То есть, всё равно он меняет своё эмоциональное отношение к своим ошибкам, скажем так. Он уже работает над этим, то есть, мы как-то где-то стараемся, потому что раньше я была тоже сильно вовлечена в это, как бы, что мне надо там хронометраж тренировки, мне надо, чтобы ты вот здесь быстрее делал, вот здесь это. И меня когда выключили тоже в один момент, вот этот подопом, который сказал, всё, Елена, отключитесь, просто отключитесь, ничего, улыбаетесь, сидите, улыбаетесь. Я всё, я делегировала всё туда, над тренером, чтобы он уже с ним там занимался, и я уже не влазила эмоционально туда. Потому что всё равно в нас надо, давай быстрее тут не добегаешь, давай беги туда, давай сюда, почему ты тут не доделываешь, надо делать. Поэтому, а здесь такого уже как бы нет. Но вот те примеры, которые вы приводите, это же фокус на минусах. Возможно, да. Поэтому я взяла за правило, я снимаю его игры, допустим, да, то есть каждый раз я снимаю его игры, и все его удачные моменты, как он обвёл, как он в корпус сыграл, не знаю, как он там, блин, принял мяч, да, то есть там какие-то ситуации, да, я все эти моменты ему скидываю на WhatsApp, именно положительные, как ты вот здесь смотри, как классно, и вот здесь смотри, как классно, и вот здесь. То есть я прям акцентирую на этом внимание, ему отправляю, чтобы он не только как вот всё плохо, вот это плохо, вот это вот, это вот плохо, именно как хорошо, а вот это классно было. А всё остальное там потом обсудишь с другими людьми, с другими самыми. Да. Елена, ну и такой вопрос уже в завершении. За эти два месяца были ли дни, когда вы вообще жалели, что вообще во всё это ввязались? Ну, естественно, это адаптация. Конечно, я жалела, что я в это всё ввязалась, я себя назад возвращала, выходила из тела, назад ставила себя, туда-туда. Да, я себя считаю, то есть я обычно вообще как бы не домосед, не какая-то там, да, супермама с поварёшкой, с полотенцем, да, то есть я совсем другой человек, вот, а здесь я получилась, ну, как бы вот, как это, как это их называют, не помню, в общем, дома, быт, семья и так далее, и так далее. То есть это немножко, то, что не про меня, я, конечно, ничего не могу сказать, да, но здесь прям вот этот вот ежедневная рутина, день сурка, каждый день, он немножко вылетает. Но вот сейчас, спустя два месяца, вы не жалеете о том, что это сделали? Всё сделано так, как надо, я себя ощущаю на том месте, на котором я есть, то есть я понимаю, что я делаю, какую пользу приношу, то есть здесь вот именно, надо, знаете, какую-то рутину найти, что ли, чтобы вот это от всего, вот этого постоянного, вот этой постоянной суматохи, от какой-то, чтобы был чёткий какой-то план, то есть что-то делаешь, и так далее, тогда это как-то балансируется, и ты себя в норме ощущаешь. Да, ну и что бы вы, может, хотели вот тем родителям, которые смотрят, которые тоже думают о том, что пойти по вашему пути, что вы им можете, какой совет дать? Пробовать. Всё, пробовать. Надо приезжать, надо находить людей, которые вас могут, допустим, провести по... На самом деле это очень здорово, что вот мы связались с агентом, и он в первый день, то есть когда мы приехали в первый раз, он нас провёл по всем клубам, более-менее показал, что-то объяснил, рассказал. Потому что когда ты приезжаешь сам, как говорят, да ты сама давай езжай, всё сделаешь, это ерунда, это совсем другой город, тут вообще с тобой никто по-русски говорить не будет, а зачастую даже по-испански будут говорить по-каталански, а английский вообще в каких-то вот этих муниципальных заведениях запрещено. То есть ты приехал в Испанию, говори на испанском. Ну так же, как везде, в общем, во всех странах, почему уж греха таить, да? Вот. Поэтому надо пробовать, надо находить агента, надо связываться, ну и готовиться к тому, что если... Мы когда приехали, да, это самый был главный момент, когда мы приехали, нам сказали, ну всё, приезжайте. И мы такие, и как мы теперь с этой информацией будем жить? В смысле приезжайте. Как это всё бросит? Работа, да, быт, дом, животные, в конце концов, что у тебя есть в квартире, да, какие-то там, я не знаю, ближайшие там, я не знаю, родители, да, ну как вот всё, приезжайте. То есть вот эти моменты готовьтесь к тому, что вам скажут, приезжайте. Вот именно готовьтесь к этому услугу, к приглашению, что готовы ли вы будете приехать, всё бросить и приехать. Или это просто было, а, ну вот нас похвалили, ну да, классно, продолжай дальше у себя в народном, ну, грубо говоря. То есть если ехать, то уже быть готовым к тому, что вас пригласят. То есть не так, что снег на голову упал, тебе сказали приезжать, а ты такой, да нет, нет, я не приезжаю, да я ещё не готова. Ну, зря деньги потратил. На просмотры, потому что это всё платно, на поездку, на самолёт с чем. Лучше бы съездил с семьёй и отдохнул, ну, грубо говоря, в удовольствие, а не пахал бы неделю с ребёнком. Какой вы для себя период определили? Год, два? Для того, чтобы понять, получается, нет? Ну, я думаю, что год и какой-то мини-срез в середине года. То есть понимать, идёт ли прогресс, то есть как бы двигается ли там он в нужном направлении, да, или он топчется на одном месте. То есть понятно, что тот тренер, который тебя взял в команду, он доволен тобой, потому что, когда ты к нему подходишь, ну как, что, расскажи, о, я доволен, мне всё нравится, ещё о, топ, всё нормально, мне очень нравится. Очень нравится, почему-то до 15 минут играет. Адаптация? Ну, адаптация. То есть мы, и для нас это как бы дико. Вот, поэтому год, в середине года как бы что-то надо посмотреть, где-то попробоваться и дальше даже не ради того, чтобы куда-то перейти, а просто попробоваться. То есть кто-то как бы оценит ли его выше, то есть нужен ли этот игрок, ну и так далее, так далее. А в случае, если у него будет получаться, он быстро адаптируется, начнёт прогрессировать, вы опять-таки, я так понимаю, с помощью агента планируете дальше идти по этой лестнице, да? Да, конечно. Тут как бы уже пройдёт время, он адаптируется к языку, к пониманию, к каким-то, ну вообще в целом, да, то есть он адаптируется, и мы дальше будем уже думать. То есть опять же, хватит ли средств, чтобы здесь всё как бы содержать в должном порядке, потому что, ну как бы средства не маленькие ежемесячно, выходит на это на всё. Как бы мы там не хотели, но здесь ничего не дёшево, вообще, вообще. Если говорить там вот, ну вот с точки зрения там агентов, назывались суммы там в год, там готовьте родителей там 50 тысяч евро, 40 тысяч евро, вот вы как родитель приблизительно, какие бюджеты годовые видите такого проекта? В смысле, со всеми расходами? Да, вот полностью со всеми расходами. Приблизительно в эти же деньги? В эти же в какие? В 40-50 тысяч евро. Это сколько получается в месяц? 6 тысяч евро в месяц? Это 3-4 тысячи евро в месяц. Ну, примерно, наверное, да. Наверное, примерно так, да. Но оно того стоит, чтобы понять, а стоит ли дальше напрягать человека, гробить здоровье, я бы сказала, да, то есть это ежедневная нагрузка там на сердце, на суставы, на всё, на психику, да, то есть вообще, то есть профессиональный спорт, это, ну, сами понимаете, да, то есть это не шуточки какие-то там, то есть это надо ещё здоровьем потянуть на этом и всё. Вот, и как бы через год будет понятно, вообще прогресс есть или нет, и стоит ли дальше продолжать и так далее. Слушайте, вот последний вопрос. Я очень, мне всё, вот как только Барселона, каждый второй родитель у меня задают вопрос про Майорова, про Майорова. Вы вообще Майорова видели в Барселоне? Да, мы тренируемся вот дополнительно на одном поле, частенько его встречаем. Хороший мальчик. Приятно. Елена, моё мнение такое же, я всегда, то есть такой девиз, лучше жалеть о том, что сделал, чем сожалеть о том, чего не сделал. Поэтому я всегда с очень большим уважением отношусь к людям действенным, которые выходят из зоны комфорта, у них есть мечта, цель, и они готовы ради этой цели действовать, поэтому вам моё такое большое уважение. Очень рад за вас, за Жорика, за то, что у него такие возможности появились. Ну и, конечно же, как родителю вам спасибо, вам и Александру, спасибо за то, что вы такие возможности своим детям, своему ребёнку даёте. Ну, повезло им с родителями, дети наши. Господи, а нам повезло, что мы, наверное, вообще как бы решились на такое. Господи, это да, это правда решиться. Это так по мне. Есть люди лёгкие, которые вообще встали и уехали. Есть, которые ведут осёдлый образ жизни. Это я, я привязана там к месту, где там я родилась, и, как говорится, где родился, там сгодился. Знаете, вот это всё, это всё про меня. Вот. А муж у меня такой, да, езжай, всё, всё там купишь. Вот так. Прекрасно. Мы на все вопросы, в том числе в чате, ответили с вами. Я надеюсь, что нашим зрителям, родителям и тренерам это была очень интересная беседа. Я вас очень прошу, пожалуйста, напишите в чате, насколько вам понравился наш разговор, с Еленой. Для нас это тоже важно, правда, Елена? Мы же тоже люди. Да, я надеюсь, что я нормально себя тут вела, адекватно, потому что, честно сказать, я не общественный, не социальный человек. Да, вам спасибо большое, и я именно поэтому вам и предложил, что вы можете, вот, от первоисточника, рассказать с тем, с чем вы сталкиваетесь, вот, первые два месяца, вот, вот, это самые сложные месяцы для адаптации, с чем вы столкнулись, для того, чтобы те родители, которые планируют такие поездки, чтобы они получили самое важное, это информацию от первоисточника. Большое спасибо, Елена, большое спасибо зрителей, тогда до встречи в следующих эфирах. До свидания. Продолжение следует...